Пишет Турбин, он в самом начале еще послал донат, он его послал очень в начале стрима в 9 утра. Значит, Турбин пишет, читал ли свежее интервью Орешкина про экономику? Он там упоминает даже институты. Неужели все же есть хорошие бояре, точнее дворяне, но реально плохой царь и его стрелки смотрящие не дают реформ? Как тебе его тейк о том, что простые американцы проиграли от глобализации и выбрали Трампа? Ну, давайте серьезно сейчас будем отвечать. Первое. То, что есть в правительстве люди, которые, ну, что называется, все понимают и умеют красиво разговаривать, кто бы когда-то в этом сомневался? Если вы посмотрите, какие люди у нас сидят там, ну, в Минэкономике, кстати, не до такой степени, там были проблемы с кадрами. Если вы посмотрите на людей, которые сидят и в Центробанке, и в Минфине, да сейчас уже, наверное, и в Минэкономике там есть довольно много сообразительных. Это очень часто люди с очень высокой квалификацией. Конечно, это не такие люди, как в Федеральной резервной системе, это, конечно, не такие люди, как, я не знаю, где там, с чем бы сравнить, не такие зубры, как в каком-нибудь Министерстве промышленности и торговли Японии. Да, но, тем не менее, можете почитать, кстати, что это за институт такой, очень интересная штуковина. Вот, но, тем не менее, там, конечно, есть очень много квалифицированных людей, которые, ну, уж, по крайней мере, все то, что я читал, читали точно. И, на самом деле, читали намного больше и знают намного больше и разбираются намного больше. Нет, в чем дело. Одного знания совершенно не хватает для того, чтобы проводить реформы. Если бы знаний было достаточно, чтобы изменить жизнь к лучшему, то все страны в мире уже давно и давно жили бы, как, не знаю кто, как Сингапур, только лучше. Можете почитать книжку, я очень советую ее, много уже лет уже советую, да, Истерлин, «Поключение экономистов в тропиках». Он там пишет, что сразу после получения независимости в африканские страны приехали в качестве советников там лучшие экономисты мира и лучшие юристы мира писали Конституции. Ну, много это дало африканским странам. В конечном счете все, ну, опять же, да, и здесь можно посоветовать другую книжку, книжку Дугласа Норта «Насилие и социальный порядок», да, где он как раз описывает, что изменения происходят в результате смещения баланса сил между разными властными группировками. Это сложная книжка для понимания, но все-таки я советую ее почитать. Ключевой момент это, ну, в таких изменениях, да, в создании все тех же самых устойчивых конститутов, да, это воля элит к созданию таких конститутов. У нас сейчас такой воли нет. А почему такой воли нет? Это потому что у нас есть прекрасная рента, потому что у нас экономику будут разгонять инфраструктурными национальными проектами. А кто у нас занимается за строительством инфраструктуры? Например, братья Ротенберги. Вот ответьте на вопрос сами себе. Зачем братьям Ротенбергам честный, например, справедливый суд, который может вынести решение только исходя из того, что сказано в законе? Ну и какова у нас там, какая у нас сложилась... Ротенберги абсолютно спокойно могут построить... Они и без этого, да, справятся. Они Крымский мост построили там с опережением всех возможных и невозможных сроков безо всяких судов, потому что, когда кто-то пытался им вставлять палки в колеса, он получал по башке не отсюда. Но проблема в том, что на этих братьях Ротенбергах... Не, а просто, ну так, если посмотреть, у нас действительно, я в этом плане полностью согласен с Баженовым Григорием, который приходил к нам в воскресенье. Если вы не слушали тот стрим, то послушайте запись. Это был, наверное, лучший стрим за последние пять лет. Так вот он в своем видео про то, как прессует бизнес в России, очень правильную мысль поднял, что когда ты зарабатываешь деньги на ренте, тебе нет смысла что-то менять. Зачем? У нас есть силовики в стране, у нас есть государственные бизнесмены, грубо говоря. Сейчин, Ротенберг и прочие люди, которые занимаются добычей полезных ископаемых, каким-то масштабными стройками и так далее. Все эти люди так или иначе завязаны на государство. И есть частный бизнес. Ну вот условно Тинькофф, да, это частный бизнес. Господин Калви был одним из таких представителей и так далее. И вот им эти институты нужны. Но не они здесь все определяют, потому что определяют все те, кто держит ренту. А те, кто держит ренту, их все устраивает. Да, это очень длинная, большая тема. Но то, что Орешкин понимает значение институтов, ну естественно, слушайте, он получил образование серьезное. Поэтому, естественно, он не может это не понимать. Но это как, не знаю, для физика не знать три закона Ньютона. Вот, а дальше второе. Как себе его тейк о том, что простые американцы проиграли от глобализации и выбрали Трампа? Здесь не нужно оценивать нищие тейки. Достаточно посмотреть медианы. Что такое медианы, если кто не знает, да? Берутся все показатели, выстраиваются в ряд, и потом берется средний из них. Ну, то есть, грубо говоря, смотрите, да? Если у нас в баре сидят 10 человек, которые каждый зарабатывает по 50 тысяч долларов в год. Их медианный доход составляет 50 тысяч. Предположим, и средний доход тоже составляет 50 тысяч, да? Предположим, в бар заходит Билл Гейтс. Теперь средний доход посетителя бара резко вырос до, я не знаю, скольки там, ну, 100 миллионов долларов. Да, или там 500 миллионов долларов в год. А медианный никак не изменился, потому что средний-то человек, он никуда не ушел. Вот, так что касается медианного дохода в Америке, то с 70-х годов уже прошлого века он практически не поменялся. То есть, там можно бесконечно долго разговаривать о том, там есть оценки, что он вырос на 8% или он, значит, снизился на 4%. Там, одни отмечают, что он не повысился, потому что женщин больше стало на рынке труда. Ну, а женщины, они чаще выбирают, они чаще выбирают, значит, работу, которая связана с меньшим количеством трудозатрат, потому что им нужно заниматься семьей, да? Да, значит, другие, наоборот, замечают, что, ну, короче говоря, ладно, не будем про это сейчас говорить, да, но факт в том, что практически медианный доход, да, даже за час, а не за день работы, он практически не изменился. То есть, изменения там, ну, почти микроскопические. Ну, опять же, да, там 8% одни говорят, другие 6% и так дальше. Это все совершенно неинтересно. Вот, значит, и, собственно, почему так произошло? Произошло ли это из-за глобализации или же это произошло из-за изменений в технологиях? Да, некоторые считают, что проблема в том, что новая экономика, она требует все больше и больше квалификации, да, а американская образовательная система выполнить эти требования не способна. Ну, то есть, американское постгрейд образование, то есть, американское образование на уровне уже аспирантуры, оно, конечно, работает великолепно, но оно питается иностранными студентами и обеспечивает небольшое количество квалифицированных кадров, да? Ну, сколько людей получают PhD в американских вузах, там, 1% населения, и к тому же этот 1% населения, он там, наполовину состоит из мигрантов, особенно в тех областях, которые предполагают большие зарплаты, да, в экономике, в физике, в химии, в информационных технологиях, там очень много иностранцев получают качественное образование в американских вузах, особенно постгрейд. Вот, значит, есть предположения, ну, вот, например, вот Кругман, у него есть хорошая книжка, ну, она хорошая в том смысле, что она интересная, то есть, я не согласен с каждым первым словом, но она сама по себе, конечно, очень хорошая книжка. Он там пишет, что проблема в изменении институтов регулирования труда, да, то есть, снижение роли профсоюзов, да, значит, изменение социального консенсуса по поводу того, сколько может зарабатывать руководитель компании и так дальше. Это тоже точка зрения, которая имеет право на жизнь. Вот, правильного ответа нет, но факт остается фактом, да, американцы последние полвека не богатеют. Если до этого, там, с середины 19 века и до 60-х годов, 20 века, американцы очень быстро становились богаче буквально с каждым годом, то сейчас ситуация ровнообратная. Кстати, на Плюме вот на этот счет был хороший пост про смертность среди белых, и там такая главная причина уменьшения ожидаемой продолжительности жизни именно белых необразованных, ну, как со средним образованием белых, не имеющих высшего образования людей, она, ну, в числе основных причин было, как они эти причины-то обозвали, смерть от отчаяния, по-моему, как-то так. Ну, то есть, это смерть от суициду, это смерть от наркотиков, смерть от алкоголя. Вот как вы считаете, люди, которые начинают умирать от отчаяния, они хотят перемен? А Трамп был олицетворением таких перемен, потому что мы с вами помним, что он не был частью истеблишмента, что он не был представителем клана Буша или клана Клинтона. С праведливости ради, при Трампе, при всем том, что мы понимаем, что там чудовищный объем дефицита и так дальше, но безработица опустилась до минимального уровня за какой-то совершенно дикий период, я уже даже сейчас не помню. Да, и, ну, да, то есть, его налогов... Ладно, не будем сейчас про это говорить, там, как повлияли его налоговые льготы на доходы, что называется, простых людей, да, произошло ли то самое просачивание или нет, но, в общем, тем не менее. Так, сейчас я не могу...